Всем привет! Сегодня поговорим о рекордере от фирмы Zoom H6. Вещица довольно популярная, пользуется огромным спросом среди профессионалов, но видео на неё так и нет на нашем канале. Будем исправлять! Итак, поехали! Для начала, как всегда, немного анбоксинга. Ибо идёт сегодняшнее устройство вот в таком пластиковом кейсе. В комплекте сегодня сам рекордер, визитка, гарантия и набор технической документации. Кстати, в числе технической документации у нас есть пару ключиков. Это Cubase и WaveLab LE-версия. Ключи мы вам не показываем по понятным причинам. Кстати, стоит заметить, что стоечка вот эта, она не идёт в комплекте, это мы поставили, чтобы вам было лучше видно. Также кейс. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Ну, во-первых, это XY стереопара. Помимо XY тут есть MS, сменная башка. Так, потом есть ветрозащита. Так, имеется провод USB для подключения к компьютеру, пару батареек и SD-карточка с переходником. Теперь взглянем на корпус немного поближе. На верхней части передней панели можно наблюдать регулировки усиления. Их здесь четыре штуки по количеству комбо-входов на устройстве. Для каждого входа предусмотрен аттенюатор. Чуть ниже кнопки для активации или, наоборот, отключения любого входного канала. Спускаясь ещё ниже, видим транспортную панель, а также двухдюймовый цветной ЖК-дисплей. На левом боку красовица первая пара входных каналов. Как уже сказано ранее, всё выполнено на комбо-входах, то есть сюда можно подключать как микрофоны, так и инструментальный кабель, слот под SD-карту, выход под наушники с регулировкой громкости, а также переключатель питания с холдом, блокирующим любые нажатия клавиш. Развернув прибор на другой бок, видим мини-USB разъём, кнопку меню, а также качельки для удобного управления в этом самом меню. Здесь же расположена и вторая пара входов. Название H6, а входов всего четыре. В чём дело? На самом деле, это устройство может писать до шести каналов. Не забывай, что как дополнительные два входа у тебя ещё работают XY-стереопар, которую, в отличие от того же H4, можно менять на комплектный MS, докупаемую пушку и, что самое интересное, на докупаемую голову с двумя комбо-входами. То есть ты понимаешь? Если я хочу шесть разъёмов, мне нужно докупить сменную голову. Именно так. Но мы ещё не до конца разобрались с тушкой, ведь у нас осталась и задняя часть. Здесь в целом всё знакомо по прошлым рекордерам. Есть отсек под батарейки, которых, к слову, нужно четыре штуки, что обеспечит работу устройства более 20 часов. Также резьба под стандартную стойку для видео-фототехники и небольшой динамик, громкость которого можно регулировать там же, где и наушники. Теперь наконец-то можем перейти к начинке. Если проводить параллели с H5, то здесь находится гораздо меньше различных музыкальных функций, ну вроде тех же эмуляций гитарных кабинетов. Оно и ясно, ведь у этой вещи совершенно другое назначение. Это профессиональный инструмент. Как раз в те самые профессиональные функции можно включить back-up record, с которой давайте начнём наш список. Представим гипотетическую ситуацию. Ты записываешь очень важное интервью. У тебя есть интервьюер, у тебя есть гость, и вот что-то пошло не так, ты выкрутила слишком сильно усиление микрофона, и у тебя на записи получились пики. И ты хочешь сказать, что эта функция может избавить нас от пиков? Всё намного интереснее. Как следует из названия, она делает бэкап твоей записи, то есть копию, при этом уменьшая громкость микрофона. То есть в итоге я получу две записи. Одну с пиками, а вторую не испорченную, но немного тише. Вот видишь, к концу видео ты уже будешь полностью разбираться в этой малышке не хуже, чем я. Что у нас там дальше по списку? Настройки для входных каналов. Тут у нас с дружным рядом выстроились фильтр высоких частот, компрессор, лимитер, возможность подачи фантомного. А также плагин питания для работы на камерных микрофонов. Что по настройке? Всё очень просто. Если брать ту же самую динамическую обработку, то всё работает сугубо на пресетах. То есть задаёшь ситуацию, в которой или которую тебе предстоит записывать с помощью этого рекордера, остальное H6 сделает за тебя. А по настройке музыкальных функций ты говорил, что их стало меньше, но, видимо, всё-таки какая-то часть осталась. Ну не могли Zoom оставить своих любимых гитаристов без вкусненького. На борту имеется хроматический тюнер, а также метроном. И что же ещё у нас осталось по функциям? Кое-что осталось, но давай сейчас сделаем такую небольшую паузу. Возьмём H6, подключим его к компьютеру, потому что он может работать не только как рекордер, но и как полноценная внешняя звуковая карта. Для начала работы с H6 в качестве звуковой карты заходим на сайт и скачиваем необходимые драйверы. Устанавливаем, перезагружаем ваш компьютер и открываем DAW, у нас это Cubase. Тут можно увидеть, кстати, уже волновую форму. Это значит, что мы используем наш рекордер как внешнюю звуковую карту с нашим студийным микрофоном, и вы можете оценить её звучание прямо сейчас. Давайте посмотрим на драйвер, на контрольную панель, где есть управление размером буфера. Выглядит всё это дело таким образом. Буфер мы покрутим чуть-чуть попозже, чтобы посмотреть на задержку. Сейчас давайте разберёмся с вами с роутингом. Выглядит он примерно так. Тут можно добавлять различные входы. Например, сейчас у меня выстроен Stereo in 1. Сюда приходят первый и второй канал, потому что я пишу с помощью внешнего микрофона. А на второй стерео я перекинул LR, ну просто чтобы вам показать. Также вы можете добавить, например, ещё один стерео вход и закинуть туда третий, четвёртый канал, если вам нужно писать сразу такое количество каналов параллельно. Выходы. Стандартный стереовыход тут, в принципе, нечего добавить. Теперь давайте с вами остановим запись, чтобы она у нас не скакала. И я попеременном буду задавать буферу различные значения, и мы с вами вместе посмотрим на то, как будет меняться задержка у этого устройства. Самое интересное, что H6 можно подключать не только к компьютеру, но и к iPad, правда, в стерео режиме. Для этого вам будет необходимо докупить специальный Lightning USB адаптер. Ну что, остальные функции? Предварительная запись, она же Pre-Record, включает режим постоянной записи. При нажатии кнопки записи в файле остаются две секунды до нажатия кнопки. Это очень удобно, если вдруг пропустил нужный тебе момент и слишком поздно начал запись. Auto-Record, дословно автозапись. Тут всё тоже довольно просто. В специальном меню устанавливаем порог срабатывания, и как только порог будет пересечён, ну например, в тихой комнате кто-то начнёт говорить, то рекордер незамедлительно начнёт свою работу. Давай уже заканчивать. Уже закончили, осталось только поговорить о поддерживаемых форматах. Для карточек это SD, SDHC и SDXC. Для записи это MP3 или WAV-файлы с качеством до 320 килобит и 96 килогерц на 24 бита соответственно. Ну а теперь время тестов. Давайте послушаем, как H6 ведёт себя на записи. Будем писать параллельно несколько каналов. Подписывайтесь на наш канал. ПРОСНЯ Рarting! Рыбай! Майс! Рыбай! 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 Рыс, Рыбай! 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 Сelling this old bad block With a good thing in your life When you believe in things What you don't understand When you suffer Super stasier sings away Итого! Сегодня у нас в руках побывал уже состоявшийся и, можно сказать, видавший виды прибор. Если вы когда-нибудь им пользовались, то обязательно пишите своё мнение в комментариях. Описывая достоинства прибора, я не вижу особого смысла. Просто скажу, что я лично много раз сталкивался с H6 во время полевой работы. И самым абсурдным, чем я занимался с этим рекордером, была запись барабанной установки, которая, что самое интересное, после обработки звучала очень круто! Ну а на сегодня всё! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями! Всем пока! Безруковская? МХАТовская! Безруковская! 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 Безруковская!